Накануне вечером в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей конкурса журналистов СИЗАМ. Среди них оказались и представители нашей области. 15-я церемония награждения журналистов в рамках форума СИЗАМ вполне себе отражала революционный дух, заданный накануне в Доме журналиста. Разговоры об Октябрьской революции на сцене откликались в номинациях на премию за журналистское мастерство. Я объявляю телепрограмму «Всходы коммунизма» в Мурманск. Но 17-го форума «Всходы коммунизма» в Мурманске телеканала ТВ-21 стала лучшей, оставив позади божью заставу и заметки на белых полях. Вот так, товарищи, за полярии коммунизм. В Питере не пробился, а там пророс, шутили победители. Без награды в этот день не осталась и новгородская четвертая власть. Наши коллеги с ВГТРК получили СИЗАМ за фильм о Кванториуме. Спасибо большое. Я должен сказать, что автор идеи этого фильма тоже находится здесь, сидит в первом ряду. Это губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин. Когда он объявил в Новгороде, что собирается строить Кванториум, то местные элиты вздрогнули, потому что они подумают, что это что-то среднее между колумбарием и крематорием. И для того, чтобы успокоить новгородскую общественность и показать ей то светлое будущее, которое нас ждет, мы полетели в Калининград, где эта штуковина уже работает. Сам Андрей Никитин также вручал премию журналистам. Премию губернатора Новгородской области и Российского Гонзейского союза нового времени за организацию международного сотрудничества масс-медиа получила корреспондент Архангельской газеты «Северный рабочий» Наталья Трофимова, опубликовавшая репортаж о парламентских выборах в Норвегии, розы, куклы и мыльные пузыри. Великий Новгород, безусловно, это родина международных отношений. И, вы знаете, благодаря форуму СМИ, который у нас прошел этим летом, многие из вас были в Новгороде, я рад был всех видеть. И очень важно было для нас то, что так вот как-то по-новому городу звучал, по-новому звучала область. И, вы знаете, мы подумали о том, что мы хотим учиться. Хотим учиться у наших коллег из других регионов чему-то лучшему. И, безусловно, наверное, мы хотим учиться и у наших соседей тоже. Впрочем, на 15-м юбилейном СИЗАМе давали не только премии, но и памятные знаки. Так сказать, ветеранам. В аллею славы о СМИ попал новгородский журналист Сергей Брукман, главный редактор новой новгородской газеты. Отличительный знак он получил за четыре ранее выигранных главных премии конкурса. Из Санкт-Петербурга Алена Сухтина, Сергей Корнев, новости, Новгородское областное телевидение.